Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Совсем не осоздано, в это утро я выбрал правильный галстук. Я очень рад с вами разделить общение и поклониться нашему Господу в этом праздничном собрании. Для каждого человека ожидание является важным аспектом временной жизни на земле, правда? Мы постоянно что-то ожидаем. Когда же кончится школа, и будет лето, будут каникулы, когда же будет день моей свадьбы, когда же у меня будет моя семья, своя семья, когда же Бог подарит нам деток, когда же Бог даст нам свое жилье, когда же я найду подходящую работу, когда же я перестану болеть и страдать, когда же будет мир в нашем доме, когда же перестанет война, когда же уверует мой сын или дочь, может быть, мои родители. Итак, наша временная жизнь на земле по усмотрению самого Бога постоянно наполнена разными ожиданиями, хорошими и трудными, краткими и порой очень-очень длительными, которые прямым способом влияют на нашу повседневную жизнь, правда? Жить на временной земле значит жить в постоянном ожидании чего-то. Приходу Иисуса Христа на эту землю две тысячи лет назад тоже следовало огромное тысячелетнее ожидание. В Писании мы видим развитие истории человечества на земле, и вместе с этим мы видим развитие Божьего откровения. Бог открывает своему народу своим словом шаг за шагом, обетованием за обетованием их будущую надежду, и как снежная лавина, падая вниз горы, набирает силу и мочь, так Божье откровение в Его слове о Его Сыне все больше и больше усиливается на страницах Священного Писания. Все больше и больше Писание указывает на приход нового Царства и на приход нового Искупителя Царя, который спасет свой народ и будет править в совершенном Божьем Царстве, в праведности и в святости. Братья и сестры, именно это ожидание нового Царя основано на Божьем обещании, на Его откровении, на Его слове для святых Ветхого Завета составляло их надежду, составляло их веру. Сегодня мы вместе с вами посмотрим текст Писания, который среди трудного и даже темного времени, даже среди личного грехопадения, провала, обращал взор Божьего народа на верность Бога и на совершенное будущее Его Царства. Для этого давайте мы откроем книгу пророка Исаии. Книга пророка Исаии, мы обратимся ко второй главе, мы прочитаем первые пять стихов. Вторая глава книга пророка Исаии. Мы прочитаем первые пять стихов. Данные слова были записаны 700 лет до пришествия Иисуса Христа. Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме. И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами. И потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню в дом Бога Яковлева. И научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон из Слова Господня из Иерусалима. И будет Он судить народы. И обличит многие племена. И перекуют мечи свои на орала. И копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча. И не будут более учиться воевать. О Дом Иакова! Придите и будем ходить во свете Господнем. Это истинное Слово Бога, братья и сестры. Да утвердит Сам Бог Своё Слово в нашем сердце в это утро. Итак, вот главная мысль моей проповеди. Все обещания Божьи исполнены во Христе. Так что живи жизнью покаяния и веры в Него. Все обещания Божьи исполнены во Христе. Так что живи жизнью покаяния и веры в Него. Мы рассмотрим обещание Бога, написанное здесь в трех мыслях. Первая мысль – контекст Божьего обещания. Важен контекст. Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме. Если вы когда-то читали книгу пророка Исаии, то вы, наверное, заметили, как пророк не делает долгого вступления в свои книги, а очень быстро говорит о трудных событиях в Царстве Израиля. Предыдущая первая глава очень явно показывает тот ужасный, темный, исторический контекст, в котором вынужден был пророчествовать и служить пророк Исаия. Исаия, по повелению Бога, обращается своим словом к народу, который в своем грехе и охлаждении отступил от истинного поклонения Богу. В самом первом провозглашении самого Бога, во втором стихе первой главы, все очень быстро становится ясно о аудитории пророка Исаия. Бог говорит во втором стихе «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня». То, что следует в первой главе, это трудное, отрезвляющее и очень весомое описание греха и беззакония в Божьем Царстве Израиля. Только послушайте несколько стихов, чтобы понять и почувствовать, в каком тяжелом контексте написано обещание Бога, которое мы только что прочитали. В четвертом стихе первой главы сам Бог говорит «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями племя злодеев, сыны погибели, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». В одиннадцатом стихе Бог, обращаясь к Израилю, сравнивает свой народ с Содомом и Гоморой. В тринадцатом стихе и в четырнадцатом стихе Бог, видя поверхностное поклонение своего народа в виду жертвоприношений и выполнение праздников Ветхого Завета, говорит «Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня». Новомесячие Ветхого Завета говорит «Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя», говорит Бог, «они бремя для меня, мне тяжело нести их». И в шестнадцатом стихе Бог зовет свой народ к обновлению и покаянию. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Итак, Израиль, нарушив Завет со своим Богом, переживает великое отступление и наказание. «Вместо праведной святой жизни в царстве Израиля царствует грех и беззаконие. Идолопоклонство смешалось и с истинным поклонением Богу, и через уста пророка звучит суд». Но вот на что я хочу обратить наше внимание, братья и сестры. В этом нелегком, темном контексте греха, беззакония, отступления, охлаждения написаны слова Божьего обещания, которые мы только что прочитали. Это очень удивительно, что посреди праведного суда мы видим верность и благость Бога к своему народу. Вот так Бог открывается нам в Писании, братья и сестры. Бог Библии – это Бог, который полон благодати и милости даже посреди праведного суда. Слово Бога звучит через пророков Ветхого Завета Божьему народу с серьезным намерением суда за их грех, но и с будущей надеждой на спасение, которое придет от Него самого. В этом главная суть и главное ожидание Ветхого Завета. Обещание о новом Спасителе, о новом Царстве, о новом Божьем Царстве на земле звучит людям, которые погрязли в собственной неспособности спасти себя от своих грехов. Которые не смогли основывать и хранить святость Божьего Царства. Которые по своим усилиям не смогли сохранить праведность Завета с Богом. Которые по своей греховной, адамовской природе отступили от слова повеления Бога. Но, братья и сестры, давайте будем очень и очень аккуратны и медленны в это утро. Смотря на их грех, давайте мы не попадем в ловушку самоправедности. Вместо быстрого осуждения их за их грех, давайте мы посмотрим и размыслим о Боге, который во время греха и отступления человека осуждает их грех, но и говорит им весть и обещание о Спасителе. Ведь кто нуждается в Спасителе? Те, кто не могут себя спасти. Спаситель нужен тем, кто видит себя грешником перед Богом и понимает свою неспособность спастись. Здесь, как отметил один проповедник, Рождество – это Божье, суверенное и милостивое. Нет. Всем усилиям человеческой природы спасти себя своими силами. Искупитель должен был прийти извне. Дорогой друг, если ты чувствуешь тяжесть своего греха в это утро, то знай, что Богу не угоден твой грех. Он будет наказывать, Он будет наказывать тебя за твой грех. Но также осмысли глубокую неповерхностную радость Рождества Иисуса Христа. Бог послал Своего Сына, чтобы найти, спасти потерянных и погибающих людей. Дорогой брат или сестра во Христе, если в это утро ты чувствуешь вину, а не радость, если ты чувствуешь свое падение, свою неверность Богу за свои ошибки, может быть, в этом месяце, может быть, на этой неделе, может быть, даже сегодня утро, в утро, за свой грех. Исповедай свой грех перед Ним. В этот радостный день обратись от своего греха. Сделай самоанализ, почему ты упал. Поставь ограду. Но самое главное, братья и сестры, при этом посмотри на Христа. Да, утвердись в своем уповании на Него. Обнови свою веру во Христа, потому что Он для этого пришел. Обещание Бога о светлом будущем в книге пророка Исаия звучит грешным и падшим людям, как мы. Это контекст. Содержание Божьего обещания. Вторая мысль. Содержание. Иногда в Ветхом Завете Бог давал особое откровение Своего Слова в форме видений. И пророки порой озаряли Слово Бога в сверхъестественном откровении и передавали истину Божьему народу в виде картины. Как в этом месте Писания иногда видение было дано, показывая события в будущем. Пророк Исаия описывает видение, которое показывало ему то, что будет написано в последние дни. И на самом деле эта фраза в последние дни очень часто встречается в Ветхом Завете и не говорит о буквальном конце всего творения, но всегда указывает на время, когда Бог пошлет Своего Мессию и будет основывать Своё Царство на земле. Итак, это видение говорит о Божьем Царстве, о новом Божьем Царстве и о новом грядущем Царе. Во-первых, о Божьем Царстве. В данном месте Писания пророк Исаия описывает, насколько это возможно своими ограниченными словами, то, что он видел в славном небесном видении от Бога. Исаия видел, как гора Дома Господня была возвышена над другими горами, когда израильское царство на земле переживает крах, когда рядом с обетованной землёй многолетняя война, когда совсем рядом вырастает вероятное нападение вражеских сил в виде других земных царств Ассирии, Египта, Вавилона. Бог в этом виде не уверяет свой народ, что он в полном контроле истории человечества, что он суверенный, что он верен своему слову, и что его царство будет в итоге основано и возвышено на земле над другими царствами. Это интересно, братья и сёстры, потому что Израиль по своему непослушанию в краткое время будет завоёван. Дальше в своей книге пророк Исаия пишет это событие. Обетованная земля будет опустошена войной с царством Вавилона. Храм в Иерусалиме будет разрушен, и люди будут взяты в плен, и при этом Бог говорит через пророка Исаия, что будет время, когда царство его будет возвышено, и будет возвышено над всеми другими царствами земли. Трон Бога Израиля будет поставлен и основан над всеми другими царствами. И по словам пророка мы понимаем, что речь идёт не о буквальном царстве Израиля, как только о национальном государстве. Потому что то, что мы видим в этом видении, то, что видит пророк Исаия, намного больше, намного величественней. Пророк видит что-то уникальное для его времени. Это не просто восстановление царства Израиля в обетованной земле. Исаия видит, как все народы земли текут, как множество рек на гору Господню, в дом Бога Иаколева. Братья и сёстры, не пропустите величие и значимость этой картины. Очень легко прочитать это место и даже не заметить то, что было для любого израильтянина шокирующей, потрясающей, даже, может быть, возмутительной новостью. Давайте посмотрим, постараемся понять, что местописание. Это местописание линзой Ветхого Завета. Царство Бога в последние дни описано как царство всех народов. Язычники не просто придут увидеть происходящее в Израиле, они придут не только на экскурсию города с простым любопытством, они придут с определенной целью, о которой они сами говорят в данном месте Писания. Они говорят, пойдем и научимся и будем жить по Слову и по закону Бога. Их желание будет научиться у самого Бога и жить по Его закону. Пророк видит, как Слово Бога и Его закон, которые являются принадлежностью Завета Израильского народа, становится принадлежностью всех народов. Пророк Исаия видит в будущем массовое обращение всех народов земли. Это просто удивительно, братья и сестры. Это о нас. Но даже это не самая потрясающая мысль в данном месте Писания. Братья и сестры, постарайтесь вспомнить предыдущие события Ветхого Завета, когда Божий народ стоял перед Божьей горой. Постарайтесь вспомнить предыдущий раз, когда Бог говорил Слово и говорил Свой закон с горы. Постарайтесь вспомнить предыдущий раз, когда Бог сошел на гору говорить со своим народом, постарайтесь вспомнить те условия, которые были при восхождении Моисея на гору Синай в книге Исход при основании Царства Израиля. Когда Бог сошел на гору Синай, если вы помните, люди стояли далеко вдали и трепетали от страха, и доступ был совершенно закрыт, и возле горы была начертана линия запрета. Когда один Моисей мог заходить на гору в присутствие Святого Бога, дело в том, что весь Ветхий Завет твердит о том, братья и сестры, что грешный человек не может находиться на Святой Горе Божьей. Грешный человек не может находиться в Святом Присутствии Бога. Вся архитектура Скинии и храма говорила о недоступности Бога простому грешному человеку. И главный вопрос Ветхого Завета записан в 24-м псалме, в 3-м стихе. 24-й псалом, 3-й стих. «Кто взойдет на гору Господню? И кто станет на святом месте Его? Кто будет достойным?» Я надеюсь, вы начинаете видеть потрясающую мысль, видение пророка Исаия. Все народы не просто стоят вдали, не просто идут, но свободно текут, как реки, и поднимаются на гору Господню в святое присутствие самого Бога. Братья и сестры, находясь на этой стороне истории, мы прекрасно знаем, что, скорее всего, даже не мог понять в полноте пророк Исаия. Новый и лучший доступ к святому Богу будет возможен только из-за прихода Иисуса Христа, из-за Его праведной жизни, из-за заместительной жертвы, за грех, из-за воскресения Иисуса Христа. «Кто взойдет на гору Господню и кто встанет на святом месте Его?» Братья и сестры, мы знаем ответ. «Христос взойдет, и Он достойно станет на святом месте, как тот единственный, действительно достойный, безгрешный человек, тот, у которого руки не повинны и сердце чисто». Братья и сестры, только из-за Него, дорогая Церковь, только из-за Него и мы встаем. Только не через исполнение закона и не через жертвоприношение животных, только не в своей праведности, не в своих заслугах, не в своих добрых делах не от количества нашей благотворительности, не от нашей активности и даже, может быть, служения, а только по благодати. Через веру в Него пророк Исаия в прекрасной небесной картине видел возмутительную суть Евангелия. Он видел результат Евангелия Иисуса Христа. Он видел наше спасение по благодати, братья и сестры. Он видел Царство Бога, где восстановлены отношения Бога с человеком. Во-вторых, пророк Исаия в своем видении видел и нового царя. В городе Нью-Йорке возле здания Объединенных Наций есть памятник. И этот памятник был поставлен как символ главной цели Организации Объединенных Наций, которая, если вы знаете, была основана для достижения мира на земле среди стран после Второй мировой войны. Этот памятник сегодня назван Стена Исаии, потому что на стене написаны стихи из этого местописания. На этой стене написано на английском языке «И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы не поднимет народ на народ меча и не будет более учиться воевать». Итак, Исаия видел, как инструменты оружия людей были переделаны в инструменты агрикультуры. Мечи оборудованы на орала или на плуг для того, чтобы вскапывать землю, и военные копья на серпы, чтобы собирать урожай. В этом тексте Писания действительно описывается великая символика мира на земле. И желание мира – это хорошо, и мы, как христиане, должны стоять за любые и всякие усилия мира среди наций на этой земле. Но дело в том, что художники памятника в Нью-Йорке забыли написать весь четвертый стих. Этим самым неосоздано, как бы показывая несовершенное старание всех людей искать мира небожими путями. Что-то отсутствует в их цитате, точнее, кто-то отсутствует. Отсутствует личность, без которой мир невозможен. Пропущены слова, «И будет он судить народы и обличит племена». Новый царь, который придет судить народы и примирить народы. Он обличит их во их вражде. Он примирит. И здесь слово о суде не только говорит о юридическом суде, но о разрешении всех вражеских конфликтов. Мир придет в этот мир не через организацию объединенных наций, но через правление нового царя. Новое царство придет сверхъестественным миром. Новое царство и царь проявится с преображающей силой. Новый царь придет исправить адамское проклятие и грех на земле. Не поднимет больше народ на народ меча. И не будут более учиться воевать. Произойдет колоссальное внутреннее изменение в сущности греховного человека. Этот стих, конечно, можно применить к совершенному миру на земле, который следует, когда придет Христос во своем втором пришествии. Когда будет совершенный мир на земле. Но мы знаем больше, что, братья и сестры, царь уже пришел две тысячи лет назад. Мы живем посреди времен. Царство Иисуса Христа уже здесь и в нас есть. Но в будущем совершенствий будет. Тот сверхъестественный мир, о котором говорит книга пророка Исаия, мы можем несовершенно, но по-настоящему переживать. потому что Царство Бога приходит и в нашу жизнь с той же преображающей силой. Только Богом измененное сердце способно на мир. Только Богом измененное сердце способно искренне любить, когда твой муж или жена согрешили против тебя. только Богом измененное сердце может примирить детей с родителями после маленького аргумента и даже после многолетнего конфликта. Только Богом измененное сердце может примирить членов церкви, которые много лет, может быть, не общаются друг с другом. Только Богом измененное сердце может прощать и примириться даже с врагом. Только Богом преображенное сердце может вмещать людей разных, чем мы, с разными предпочтениями музыки, с разными богословскими убеждениями, с разными интеллектуальными способностями, с разными качествами характера, с разными семейными традициями, с разными социальными положениями, с разными цветом кожи, с разными языками, с разными аспектами культуры. Братья и сестры, Церковь Иисуса Христа – это собрание людей, жизнь и сердце которых сверхъестественно изменил сам Бог вестью Евангелия Иисуса Христа. Церковь Иисуса Христа – это община разных, разных искупленных людей, которые своим совместным миром между собой провозглашают миру Евангелие Царства Бога. Люди, смотря на поместные Церкви Иисуса Христа, должны задаться вопросом, как эти люди, такие разные, могут жить вместе. Братья и сестры, Он пришел в этот мир примирить не только грешного человека с самим собой, но и нас с вами, жертва Иисуса Христа. Он усмотрел, чтобы, испытав спасение в Иисусе Христе, мы примирились и вместе с друг с другом. Пророк Исаия в небесном видении, вы видите, как он видит новое Царство и нового Царя. И результат этого Царства, он видит, как Христос исправляет эффект всего грехопадения. Грешный человек будет жить в присутствии Святого Бога, и человек примирится с другими людьми. Последняя мысль. Намерение. Намерение Божьего Царства. Пророчество и обещание не было дано Божьему народу просто как очередная интересная информация. Как еще одна новость среди всех новостей, как еще одна страница в газете, как еще один пост в социальных сетях информации. Смотря на греховное состояние народа, Бог дает свое откровение. Видя видение о новом Царстве и новом Царе, пророк Исаия зовет Божий народ, дом Иакова, обратиться от своего зла и прийти к благому Богу и ходить во свете Господнем. Пятый стих. Дом Иакова, придите и будем ходить во свете Господнем. Обещание и откровение Бога звучит, как яркий свет, просвещающий, разгоняющий тьму человека. Почему Бог дает благое обещание о будущем своему падшему народу? Почему Он обращает их внимание на свою суверенную власть над историей человечества? Почему Он говорит им о своей верности посреди их неверности? Почему Он говорит им о его благости и милости посреди их отступления и их греха? Почему и для чего? Для того, чтобы укрепить их слабую веру, братья и сестры. Чтобы обратить их от греха, Бог через пророка призывает к покаянию Свой народ, говоря им благое обещание и намерение, когда Израиль будет в вавилонском плену за свое непослушание, за свой грех, и когда обетованная земля будет опустошена. И вся человеческая надежда умрет. Именно обещания Бога, такие, как мы рассмотрели сегодня, возродят в Израиле новое ожидание. Ожидание нового царства и ожидание нового царя. Когда Бог будет молчать 400 лет, и видения, и пророчества прекратятся. Именно многочисленное обещание Бога, записанное в Писании, побудет некоторых верить и ожидать пришествия нового царя-искупителя. Именно это ожидание основано на Божьем обещании, на Его откровении, на Его слове. Составляло их надежду и составляло их веру. Интересная мысль, братья и сестры. Когда мы зовем друг друга к покаянию, или когда мы стараемся ободрить друг друга к большей вере, на что мы обращаем внимание? Какие методы мы пользуем? Говорим ли мы о верности и благости Бога друг другу? Напоминаем ли мы друг другу о совершенной власти Бога над всем творением и над всеми событиями земли? Напоминаем ли мы друг другу обещания Бога? Во время охлаждения, во время сомнений, во время шаткой веры обращаем ли мы внимание друг друга на твердость и непоколебимость Божьего Слова? Как хорошо и приятно бы это не было, но не только в виде красивых и красочных сообщений на телефоне. Звали ли мы брата или сестру к большей вере и святости, говоря им о их грехе и рассказывая им весть Евангелия? Указывая им на Христа Братья и сестры, обнимали ли мы христианина, упадшего в грехе, и напоминали ли мы ему о радости Рождества, о рожденном Спасителе? Звали ли мы брата или сестру к большей вере и святости, утверждая Божью верность? Ободряли ли мы брата или сестру проходящее время скорби и испытаний и обетованиями Бога и утверждая Его суверенность и Его благость во всяких жизненных ситуациях? А как же мы сами, братья и сестры, как наша душа? Имея совершенное, более полное Божье Слово, наполнены ли мы твердой надеждой, твердой верой, твердым ожиданием, которое меняет нашу повседневную жизнь. Что рождение Иисуса Христа значит для тебя, дорогой брат или сестра, дорогой друг? Все обещания Божьи исполнены во Христе, так что живи жизнью покаяния и твердой верой в Него. Давайте мы Его прославим в наших молитвах и помолимся Ему. Аминь. Аминь.